Бывшие сотрудники корпорации Роснефтегаз намерены отстаивать нарушенные трудовые права. Сегодня они вышли на митинг. Правда, в полной мере привлечь внимание не удалось. Руководство компании приняло решение объявить выходной. Многие из пришедших людей месяцами не получали зарплату, да и оценивали их труд, мягко говоря, недостойно. Впрочем, в компании с этим не согласны. Говорят, все соответствует заключенным договорам. Сопроисходящим наблюдала моя коллега Анна Долгушина. Пока вся страна отмечает столетие Октябрьской революции. На рабочих местах в компании Роснефтегаз ноябрьские каникулы решено продлить еще на один день. Правда, дело вовсе не в празднике. Сегодня у офиса корпорации собрались бывшие сотрудники. Они уверяют, их трудовые права нарушены. Представители Роснефтегаза утверждают обратное. Митинг лишь провокация, предприятие работает в штатном режиме. Из-за этого митинга, который мы узнали, нам пришлось сегодня отпустить работников, поскольку руководство боялось различных провокаций. Поэтому день сегодня у нас нерабочий. Это первое. Второе. У нас вполне нормальная обстановка в компании. Мы подписываем все трудовые договора и работаем в трудовом поле. Броски и лозунги на плакатах – доказательство того, что все эти люди столкнулись с недобросовестной деятельностью руководства. Они приехали сюда из разных городов округа, а кто-то даже из других регионов. Обида берет вверх. Работали добросовестно, а остались ни с чем. Марина Кривошапка 3,5 года трудилась с оператором на одной из заправок Роснефтегаза в Надыме. Маленькая зарплата, ее задержки, редкие премии и плохое отношение вынудили женщину уволиться. Но молчать о безобразии она не намерена. Мы подписали, что у нас зарплатная плата 12,724, но нам не северные надбавки к этим 12,724, вообще ничего не платили. Вот просто мы получали тариф 12,724. И во основном работают операторы с земли, набирают людей, привозят, люди отрабатывают месяц, получают 12 тысяч и уезжают. Как раз с земли, а именно из Воронежской области, в Новоуренгой подзаработать приехала Алина Фролова. Объявление о трудоустройстве она увидела на одной из заправок. Место получила быстро. Полгода работы в Роснефтегазе выдались не самыми легкими. Надежды девушки не оправдались. Домой она вернулась ни с чем. Сейчас приехала забрать свою трудовую книжку и высказать свое мнение на митинге. Сначала мы работали втроем. То есть сутки через двое, все нормально. Потом у нас сгорела заправка. Ушел один оператор и мы остались вдвоем. Мы работали больше месяца, сутки через сутки. Мария Ивановна уже со слезами на глазах действительно просили, чтобы нам нашли третьего оператора, потому что это уже было просто невыносимо. Вот за то, что мы отработали больше месяца, сутки через сутки, я получила 12,724 и то получила через три или четыре месяца. Юрист компании считает, права бывших сотрудников не были нарушены. Они ведь сами согласились получать такие деньги. Премии только по сверхзаслугам. Но о своей зарплате сама говорит весьма уклончиво. Моя зарплата по тарифу 12. Вот вы получаете на руки? Я работаю буквально две недели. Вот зарплату я сейчас буду получать согласно трудового договора. Если руководитель сочтет меня поощрить за мои какие-то уже заслуги, тогда, разумеется, я получу больше. Если нет, то, разумеется, я получу в рамках трудового договора свою заработную плату. А у вас по трудовому договору 12 тысяч рублей? Нет, у меня не 12 тысяч рублей. Широко обсуждается и то, что деятельность Роснефтегаза наносит вред экологии. На митинг пришли обеспокоенные и этим вопросом люди. Разлив идет нефти по водоемам. Мы это прекрасно знаем и видим. Мы не глупые люди, как считают все чиновники. Коренные жители – это очень не глупые люди. Зря так думают. Испокон веков мы жили на этой земле. И знаем все. Где у нас реки проходят, где они начинаются, где разлив идет газа, нефти. Мы это все знаем и видим. Нам здесь жить, на этой земле. Нашим детям здесь жить. Так сколько это будет продолжать? Когда это все закончится? Когда это закончится? Беспредел этот. Куда вот эта администрация смотрит? Кто должен следить за ними? Ситуация в Роснефтегазе вот уже несколько лет на контроле не только региональной власти, но и в Государственной инспекции труда. Специалисты проводят проверки как по обращению работников, так и по поступающей информации. Данный работодатель неоднократно привлекался, был подвержен административному указанию, к административной ответственности. В том числе направлялись материалы в суд с целью дисквалификации дальнейшей руководителя, одного из должностных лиц данной организации. После митинга у экс-сотрудников была возможность пообщаться с представителем инспекции труда. Те, кто напишет заявление, пригласят на личный прием. Обещают разобраться детально в ситуации каждого и принять меры в пределах своих полномочий. Анна Долгушин, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова